Здравствуйте! В эфире специальный проект первого городского происшествия. В Одессе опять прогремел взрыв. На этот раз бомбу заложили в жилом доме по улице Коблевская. Из-за взрыва в перекрытии образовалась огромная дыра. В доме выбиты окна. Это третьего этажа все стекла поулетали. Это ветра в 50 оттуда, с третьего этажа. Вот это что здесь. Все произошло около полуночи. Взрывное устройство установили возле дверей хостела. Взрыв был такой силы, что обломки огонных рам отбросило на полсотни метров. Взрыв разбудил всех в округе. Испуганные местные жители сразу выбежали на улицу. Говорят, почувствовали запах пороха. Выглянули в окно, посмотрели, куча осколков. Окон нет? Да, окон нет. У всех стекла выбиты, даже в стеклопакетах. Потом вышли, выбежали во двор, кто в чем был. В общем, было очень холодно. Взрослые сразу поднялись туда наверх, посмотрели, там все двери выбиты. На третьем этаже этого дома находится хостел. Именно там и заложили бомбу. Внутри в тот момент было пять человек. К счастью, никто не пострадал. В результате, ну, под оконные проемы, двери. Слава Богу, все живы и здоровы. Сейчас производится обследование сотрудникам ОВД. Пусть будет устанавливаться причина взрыва. Взрыв разгромил квартиру одесского режиссера Михаила Херсонского. Она находится прямо напротив хостела. В момент происшествия в доме находилась его мать Татьяна. Она не пострадала. Мы подумали, честно говоря, что это продолжение боевых действий, которое распространилось, к сожалению, на Одессу. Настолько был вселен взрыв, что, в общем-то, можно судить по этим разрушениям. И двойная дверь, металлическая дверь, она просто согнулась, как консервная банка. Сам Михаил называют взрыв с планированным покушением на его семью. Накануне его отец, известный психолог Борис Херсонский, в интервью заявил, лучшим ответом одесситов на теракты будет безразличие. Это простой и очевидный замах на убийство. Вы попытались убить меня. Меня, мою семью, моих детей, мою мать. Вы попытались забрать жизнь людей, которые позволяют себе открытое политическое высказывание. Помощь беженцам – неприязнь к агрессору. Я не верю ни в какие совпадения. В милиции инцидент квалифицировали как теракт. Делом должна заняться СБУ. Но там от комментариев отказываются. По предварительной версии подрывники использовали не меньше килограмма тротила. По предварительным данным было установлено, что сработало взрывное устройство, мощность которого не менее килограмма. Это было видно и невооруженным глазом по тем повреждениям, которые были причинены зданию. Возместить ущерб пострадавшим обещают за бюджетные деньги. Коммунальщики уже обошли квартиры и определили объем работ. Будет оказана помощь жильцам. В случае, если жильцы будут восстанавливать двери за свой, скажем так, счет, это будет произведен за счет по СДПТ. То есть за счет предплаты люди не будут платить. За последние полгода в Одессе прогремело больше 10 взрывов. Это первый в жилом доме. Раньше целями подрывников были волонтерские центры «Железная дорога» и магазин патриотической символики. Последний взрыв прогремел в отделении «Приватбанка» ночью 6 февраля, когда взрывчатку заложили возле газовой трубы. Преступники по-прежнему не найдены. Не обошлось на этой неделе без сообщений о минированиях. Бомбу искали на железнодорожном вокзале. Людей эвакуировали, поезда отогнали на безопасное расстояние. На поиски бомбы ушло порядка двух часов. К счастью, ничего не нашли. Сейчас милиция работает в режиме повышенной готовности. Каждый день проверяют сообщения от одесситов по поводу подозрительных предметов. На прошлой неделе благодаря бдительности горожан удалось своевременно выявить и безвредить две бомбы. Милиция ликвидировала цех по производству поддельного шампанского известной марки. Продукцию изготавливали на одном из заброшенных заводов. На складе обнаружили более 8 тысяч бутылок с напитком, тару и этикетки. На упаковке указано, что продукт изготовлен официальным дистрибьютором торговой марки. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Им грозит серьезный штраф до четверти миллиона гривен. Поймали на горячем. Милиция разоблачила девушку, которая занималась продажей наркотиков. Оперативники задержали ее в момент закладки в тайник очередного заказа. При себе девушка имела 12 пакетиков синтетического вещества метадон. А вот при обыске квартиры обнаружили в 10 раз больше наркотического вещества. 105 доз. На черном рынке такое количество метадона стоит не менее 70 тысяч гривен. Дилеру грозит до 10 лет тюрьмы. Я приехала из города Запорожья в Одессу, чтобы распространять наркотические вещества метадон. Товар привезла из Запорожья, раскладывать в закладках в центре города. Из-за того, что жизнь тяжелая, я думала больше заработать. Больше такого не повторится. В Одессе продолжается борьба с проституцией. На горячем попался охранник-сутенер одного из ночных клубов. Незаконным бизнесом он занимался около полугода. Мужчина искал клиентов прямо на рабочем месте. Предлагал услуги девушек посетителям клуба. Как только клиент созревал, пара отправлялась в ближайший гостиничный номер. Большую часть заработанных денег сводник оставлял себе. Девушкам платил копейки. Когда мужчину взяли под стражу, оказалось, что он иностранец и живет в Украине по поддельным документам. Было установлено, что он находится в розыске за правоохранительными органами иностранного государства. И также является гражданином другого государства. Также вышеуказанный гражданин проверяется на причастных к совершению иных преступлений на территории города Одессы и области. В Одессе сгорел еще один автомобиль. Ночью с четверга на пятницу сгорел микроавтобус «Мерседес». Очевидцы утверждают, сперва был слышен взрыв, затем пламя. Спасатели на место прибыли быстро, но к тушению приступили не сразу. Въезд во двор был затруднен. 13 числа в половину второго ночи произошел пожарная академика Заболотного, горел микроавтобус «Мерседес». Подразделения прибыли, два подразделения прибыли на ликвидацию этого пожара и ликвидировали в течение 30 минут на площади 8 квадратных метров. Владимир живет в этом дворе. Проснулся из-за громких хлопков. Выглянул в окно, увидел сильное пламя. Взял камеру и начал снимать. В час ночи я услышал два хлопка, потом вспышка на этом самом, и вижу, что такое происходит. Уже выглянул, смотрю, уже пожарный. Вторая машина не могла заехать, там отодвигали. Они оттуда протащили шланги, раскатали и где-то в течение 20 минут заливали, тушили. В милиции просят не паниковать. По предварительным данным, авто загорелось из-за короткого замыкания. А взрывы раздались из-за колес, которые начали лопать от высокой температуры. Взрыва не было. Было возгорание микроавтобуса «Мерседес». Предварительно связано с электроникой автомобиля. Окончательный результат, естественно, покажет уже пожаротехническая экспертиза. Только за прошедшие сутки в области сгорело 4 автомобиля. Подобные происшествия для Одессы не редкость. Отчеты пожарных свидетельствуют о том, что иногда машины действительно поджигают специально. В пятницу около 8 утра на территории санатория Аркадия загорелся одноэтажный жилой дом. Спасатели приехали через 10 минут. К этому времени жильцы уже покинули помещение. Огонь охватил одну из комнат. Тушить было сложно из-за того, что дом находился под напряжением. Пожар ликвидировали почти через полтора часа. Погибших нет. Хозяйке квартиры была оказана медицинская помощь. Причины возгорания выясняются. Площадь пожара составляла 30 метров квадратных. Были поданы два ствола Б на тушение. Также была вызвана дополнительная аварийная электросети для отключения, потому что были сложности тушения. Здание находилось под напряжением. Приехали, слава богу, очень быстро. Потому что если бы не приехали, все бы это сгорело, потому что строение еще революционное. Все балки внутри деревянные, все бы сгорело до тла. Слава богу, что не ночью среагировали быстро. В начале недели на Преображенска горел дом. Пожар унес из жизни двух человек. Спасатели приехали быстро, но на тушение ушло много времени. Вначале загорелась квартира на втором этаже двухэтажного здания. Затем пламя перекинулось на соседний дом. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Пожар произошел на втором этаже с распространением на пристойку на третий этаж, на котором также находятся жилые квартиры. По месту вызова в дальнейшую разведку было направлено две судмедэкспертизы. Подобный пожар произошел на улице Лазарева. Вспыхнула квартира на втором этаже. Хозяйка инвалид первой группы скончалась на месте. Ее муж госпитализирован с отравлением угарным газом. Такой была минувшая неделя. Берегите себя и своих близких.